Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук. Давайте посмотрим интересные идеи. Так, с этапа пятницам, что нам приготовил рынок. Начнем мы с золота. Золото у нас сейчас не самый интересный инструмент, но тем не менее, какие-то формации для входа и для заработка нам преподносит. Что мы видим по золоту? Мы видим на дневном графике, что у нас каждый раз повышение идет в лоев. Мы видим, что выкупают агрессивно очень сильные хвосты, именно снизу, то есть бьют по рынку. Значит, в среде вообще-то, вы видите, что только сливают, выносят всех слабых, тех, кто переживает, тех, кто на маленьких депозитах, то есть очень качают золото. Только пролили, сразу выкупают на огромных объемах. То же самое и вчера на американских новостях по безработице, да, насколько я помню, выходили. Также слили, потом в моменте, в ту же секунду вылетели обратно, все это на объемах. И сегодня очень интересный момент будет около уровня 18.21. Здесь, я думаю, можно присматриваться к лонговым позициям, да, заходить от этого уровня, от объема. У вас есть к чему привязаться. И плюс того, что у вас четко порядный стоп. Уже, вы видите, был ложный пробой. Сейчас вернули обратно. И теперь нужно пристально наблюдать, как закроется этот часовик и последующий. После этого мы можем рассматривать на небольшое движение вверх. Объясню небольшое, почему. Потому что мы видим на дневном графике, что нас не пустили выше хая прошлого дня. Выкупили, все замечательно, но потом все равно крупный игрок слил за хай прошлого дня. Видите, это было на объеме. То есть это не просто так происходило, а действительно на новостях, на нервах крупный игрок собрал себе или добрал себе еще больше позицию. Поэтому смотрим. Скорее всего, что здесь будет распил, никому не ждут зайти, да, адекватно. Поэтому смотрите, это первый ложный пробой, скорее всего, может быть еще один. Поэтому если вас даже после этого ложного пробоя, вы зашли, еще один пошел ложный, вас вынесло, да, дайте себе еще одну возможность, это трейдинг, да. Вы торгуете вероятностью, поэтому дайте себе еще одну возможность перезайти. Если уже повторно выбрать себя, то есть два стопа в пятницу получить, не хочется получать третий. Поэтому я бы остановился лучше в понедельник посмотреть на этот инструмент, что он из себя представляет, какие будут на тот момент формации. Может мы сходим, постоим всю пятницу здесь, а потом на понедельник выйдем выше. Поэтому не спешите, это золото, оно очень нервно торгуется, очень, тем более сейчас вы видите, как выносят. Все замечательно, все хорошо. Бах, просто минус сколько, давайте с нами посмотрим. Минус 18 долларов. Также перехай, да, какого-то хая был, минус 20 долларов, да, вы видите, то есть вот хай какой-то был, перехай, все замечательно. Здесь 100% кто-то покупал, да, заходил на продолжение движения, их просто выносят моментально сразу ногами вперед. Давайте посмотрим, так же нет, по нефти ситуация развязывается в том направлении, что становимся в боковик, но не идем ниже. Это очень хорошо, это показывает силу тренда, то, что не пускают нас ниже, не идет слив, пока нефть стоит хорошо. Единственное, вчера также повлияло на нее новостной фон, и мы видим, что колоссальный объем, то есть естественно, что кто-то фиксирует, потому что нефть прошла уже, да, именно на этом графике я имею в виду, на 25 долларов без отката, да, без какого-то существенного. Если мы возьмем с откатом, то это вообще цена с 63 до 91, ну да, где-то порядка 20-30 долларов, то есть сходила относительно цена без особых откатов, да, то есть это по техническому анализу, естественно, откат, это никакой не пролив, то есть мы идем по тренду, здоровый у нас тренд, единственное, что наклон каждый раз ускоряется, где-то будет здесь излом, может, после того, как поколбасится, да, оно здесь постоит в проторговке, попили, здесь повыходят крупные игроки, да, потому что они тоже и хотят по средней цене хорошей выйти, да, там, в районе 90, поэтому они не будут объемом сливать прямо вниз. Поэтому очень пристально смотрим за низкой, но пока как таковой ситуации, да, именно четко, как по золоту, не наблюдается. Посмотрим на часовой таймфрейм, ну нет у нас четкого, есть вот уровень, который просматривается, видите, я выделял его на прошлой неделе здесь, сейчас можно его подтянуть и отметить более свежий, первый, да, вот, который у нас встречается слева, это 90-20, вот за этим уровнем нужно понаблюдать, видите, пока удержали очень сильно, не сделали перехай, это очень плохо для лонговых позиций, да, и идем обратно тестировать. Скорее всего, после такого, да, недобития, может быть пробой и тут можно будет зайти хорошо в шорт, но опять же хорошо, но на короткие тейки, да, 3-4 к 1 больше не жальничайте, потому что, опять же, обращу ваше внимание, сохраняется тренд и в любой момент может крупный игрок вернуться и продолжить свое движение. Поэтому пристально наблюдайте за этим уровнем, скорее всего, что сегодня или в понедельник он будет отрабатывать и около него можно смотреть точку входа. Опять же, скорее всего, на следующей неделе. По евро-доллару ситуация интересная была также, мы смотрели на прошлой неделе, да, что у нас слили в них, опять же, я рассказывал уже миллион раз за свое наблюдение, касательно таких выходов из канала, и вот сейчас мы будем тестировать сегодня хай этого канала, да, верхнюю границу. То есть мы вышли, обратно же, что очень плохо, не сделали, ну и теперь хай, вынесли ложным пробоем, да, скорее всего, это будет ложным, поэтому очень неоднозначная ситуация. Выход из канала, вроде бы наверх, все замечательно, да, после того, как свозили всех, тут побрили абсолютно всех, и шокистов, и ламгистов, сейчас вынесли вверх, также, обращу ваше внимание, вчера на американских новостях, да, сделали огромные палки туда-сюда. Объем, все как красиво, сейчас обратно тестирую эту границу. Можно от нее попробовать в ламгист, но опять же, вы видите, как торгуются, то есть очень тяжело, очень инструменты тяжело. Здесь было приятно, да, зашли обратно, проторговали, все красиво, здесь уже начинается пила, скорее всего, будут опять же распиливать стопы, просто так зайти не дадут, но, тем не менее, ситуация смотрится, что пойдет все-таки евро-доллар выше, да, к своим значениям. Поэтому я рассматриваю от этой точки, опять же, вход в ламгистовую позицию, попробую один раз взять, да, если выбросят, может, второй раз, если очень красивая ситуация будет. Но эта точка очень симпатичная, потому что у нас подтверждена она на дневном графике, это был канал, мы видим, четко он отработал, не просто так, да, если мы еще выше подтянем, да, 81, и здесь 81, то есть копейка в копеечку у нас ударилась, мы видим, что четко уровень просматривается, кто бы что ни говорил, но, значит, с реки немного похуже картина, но зато мы видим здесь, что именно здесь выходил четко объем, и сейчас обратно вернулись, поэтому уровень 1.13.81 остается под наблюдением и смотрим на открытие ланговых позиций. По золоту сказал, по нефти сказал, доллар-рубль, ну, доллар-рубль не очень интересный, но, тем не менее, уже какой-то разворот у нас здесь показывается, то есть мы прошили вот этот лоу, да, с которого было набрано позиции и сделано сильное движение, так как это ключевая точка, сейчас, опять же, возле этого уровня, опять же, формируется какого-то рода проторговка, да, это можно посчитать за ложный пробой, даже если мы возьмем по первой свече, мы видим, да, что это ложный пробой у уровня 560, да, 75, 560, и сейчас мы стоим немного выше, поэтому, скорее всего, уже очень много прошли, хотя бы какой-то отскок по технике, да, вплоть до 77, 500, 77 тысяч должен произойти, поэтому присмотритесь, я не рекомендую сейчас заходить, да, потому что мы видим, что мы, если по часовику, если вы торгуете дневной графике, пожалуйста, у вас там большие стопы, да, вы торгуете средний срок, можно присмотреться для того, чтобы покупки доллара, да, в плане того, что рубль будет ослабляться, но, если смотреть именно так, как мы трейдеры внутри дня, то есть далеко от точки входа, где-то здесь нужно было его ловить, и нужно будет ловить, да, в понедельник и на следующей неделе в целом, но пока ситуация далека от нашей точки входа, поэтому это только суждение по дневному графику, поэтому из интересных идей это все, буду желать вам хорошего дня, прибыльных дел, будьте аккуратны, не спешите, особенно с золотом, да, то, что мы рассмотрели очень аккуратно, потому что очень тяжело торгуете, часто выносит, будьте бдительны, всего доброго.